Сказка-терапия для детей. Сказка о двух братьях и сильной воле. Читает Александр Жуков. Возраст от пяти до двенадцати лет. Направленность, трудности самоконтроля, неумение управлять поведением. Ключевая фраза «Я не могу себя заставить». Давным-давно в одной далекой стране жили-были два брата. Они жили очень дружно и все делали вместе. Оба брата хотели стать героями. Один брат сказал, герой должен быть сильным и смелым, и стал тренировать силу и ловкость. Он поднимал тяжелые камни, лазал по горам, плавал по бурной реке. А другой брат сказал, что герой должен быть упорным и настойчивым, и стал тренировать силу воли. Ему хотелось бросить работу, но он доводил ее до конца. Ему хотелось съесть на завтрак пирог, но он оставлял его на ужин. Он научился говорить «нет» своим желаниям. Шло время. Братья выросли. Один из них стал самым сильным человеком в стране, а другой — самым настойчивым и упорным. Он стал человеком с сильной волей. Но однажды случилась беда. На страну напал страшный черный дракон. Он уносил скот, сжег дома и похищал людей. Братья решили спасти свой народ. «Я пойду и убью дракона», — сказал первый брат. «Сначала надо узнать, в чем его слабость», — ответил другой брат. «Мне не нужно знать, в чем его слабость», — сказал силач. «Главное, что я сильный». И он отправился к высокой горе, на которой стоял замок черного дракона. «Эй, дракон, я пришел победить тебя. Выходи на бой», — закричал силач. Ворота замка распахнулись, и навстречу ему вышел страшный черный дракон. Его черные крылья заслоняли небо, его глаза горели, как факелы, а из пасти вырывался огонь. Увидев это чудовище, силач почувствовал, как страх входит в его сердце. Он начал медленно отступать от дракона. А дракон стал расти, расти, и вдруг... Он щелкнул хвостом, и сильный брат превратился в камень. Узнав о том, что случилось с силачом, его брат решил, что пришел и его черед сразиться с драконом. Но как его победить? И он решил спросить совета у мудрой черепахи, которая жила на другом конце земли. Путь к этой черепахе лежал через три очень опасных королевства. Первым было королевство Хачукалок. У человека, который попадал в это королевство, сразу появлялось множество желаний. Ему хотелось получить красивую одежду, дорогие украшения, игрушки и лакомства. Но стоило ему сказать «хочу», как он тут же превращался в Хачукалку и навсегда оставался в этом королевстве. У нашего героя тоже появилось множество желаний. Но он собрал всю свою волю и сказал им «нет». Поэтому ему удалось уйти из этой страны. Вторым было на его пути королевство Тыкалок, жители которого все время друг друга дергали и отвлекали от дел. Поэтому в этом королевстве никто ничего не мог делать. Ни работать, ни отдыхать, ни играть. Нашему герою тоже захотелось начать дергать других за руки и приставать к прохожим. Но он снова вспомнил о своей воле и не стал этого делать. И хорошо поступил, потому что иначе он бы тоже стал Тыкалкой и остался бы в этом королевстве. И, наконец, третьим на его пути было самое страшное королевство – королевство Яколок. Как только он вошел в это королевство, ему сразу захотелось закричать «Я самый умный!» Я самый смелый! Я самый красивый! Я самый-самый! И здесь ему понадобилась вся сила воли, которую он тренировал много лет. Он молча миновал и это королевство, и оказался у дома мудрой черепахи. «Здравствуй, мудрая черепаха!» – сказал он. «Я пришел к тебе за советом. Пожалуйста, научи меня, как победить черного дракона!» «Победить дракона может только человек с сильной волей!» – ответила черепаха. «Ты прошел три страшных королевства. Значит, ты можешь сделать это! Чем сильнее воля человека, тем слабее страшный дракон! Иди, ты победишь!» И черепаха закрыла глаза. А наш герой поклонился ей и отправился обратно в свою страну. Он подошел к воротам замка, в котором жил черный дракон, и вызвал его на бой. Дракон вышел из замка, расправил свои черные крылья и пошел навстречу смельчаку. Герою стало страшно при виде чудовища, но он собрал свою волю и поборол страх. Он стоял на месте и не отступал ни на шаг. И вдруг страшный дракон начал уменьшаться. Он становился все меньше и меньше, пока совсем не исчез. Черепаха сказала правду. Чем сильнее воля человека, тем слабее злой дракон. Как только дракон исчез, рассыпался и его черный замок. А навстречу герою выбежали живые и невредимые жители страны, среди которых был и его брат. С тех пор они жили счастливо. Так сильная воля помогла герою победить зло. Вопросы для обсуждения. Почему первый брат потерпел поражение? Что такое сила воли? Как ее тренировал второй брат? Какие испытания проходил второй брат? Как они связаны с силой воли? Чем может тебе помочь сильная воля? Как ты ее мог бы тренировать?